всем привет с вами кекс и сегодня по вашим просьбам сбрасываю свой рецепт вафельных трубочек в электровафельнице этот рецепт я делала на 4 яйца прошлый раз делала на 3 в этот раз мне так как они очень понравились решила делать на 4 4 яйца у меня в миске миксера для них мне нужен стакан сахара то есть я сюда даже капельку вот не досыпаю а вместо этого насыплю ванильного сахара вы можете просто отдельно ванильного сахара насыпать если вы планируете трубочки есть отдельно также нам понадобится масло так как наши трубочки получаются хрустящими и песочные то есть нам нужно сделать такое себе песочное тесто можно сделать с маслом можно сделать с маргарином у меня на данный момент масла не было поэтому я делаю с маргарином что не самый лучший вариант но тоже все классно вышло то есть пожалуйста эконом вариант на 4 яйца нам нужно 200 грамм масла то есть на каждое яйцо по 50 грамм масла если вы будете делать допустим не на 4 на 5 на 6 то есть рассчитывайте сами здесь все очень просто масло я буду растапливать в микроволновке она у меня уже немножко потайло в комнате а тем временем пока она у меня микроволновки растают я взбиваю наши яйца я взбиваю все вместе нам здесь не важны никакие пузырьки ничего нам нужно просто чтобы разошелся наш сахар в яйцах должна сказать что масло микроволновки не должно очень сильно перегреться то есть мы его потом будем добавлять в яйца поэтому масло должно быть теплое но не горячее вот мое масло уже растаяло в чашечке все потекло его перемешала и теперь я просто в свою смесь выливаю это масло оно отлично расходится в наших уже подбитых яйцах то есть без проблем ничего не расслабиться никаких ничего все остатки масла все туда на самом деле очень простой рецепт я очень много разных рецептов уже перепробовала там были всякие с молоком и без яиц и с яйцами ну в общем очень много разных и стыкалась такой проблемой что недостаточная хрустящий или наоборот они какие-то дубовые или они прям крошится в руках вот и пришлось мне совместить два рецепта и плюс еще добавить чуть-чуть туда своего кое-что заменить и я вышла на вот такую вот пропорции на 4 яйца нам нужно 150 грамм муки в стакане 130 грамм муки в моем граненом стакане 200 граммов в нем 130 грамм муки я сейчас стакан всыпаю сразу то есть можно сразу досыпать остальные 20 грамм но я их досыплю в конце сейчас попробую сразу все перемешать чтобы потом у нас не было такая прям облака из муки поэтому сейчас все подмешаем и вот что нам очень нужно я буду добавлять свое тесто крахмал у меня обычный картофельный можно кукурузный на каждое яйцо по одной столовой ложке крахмала крахмал подтягивает всю жидкость на себя и поэтому наше тесто получается более хрустящим то есть оно не станет вас как резина это очень большой плюс то есть рецепт с крахмалом для вот такого именно хрустящего песочного теста его абсолютно не будет слышно так как будет нагрето у нас то есть крахмал приготовиться и он не будет слышен вообще и вот досыпаю свои последние 20 грамм муки которые мне нужны и все собственно наше тесто готово дальше в общем дело принципа смотрите еще свое тесто я оставляю постоять минут пять чтобы кликовина начала работать но этого можно не делать ну просто у меня так обычно получается покуда моя древняя советская электро вафельница нагреется у меня вот такая отобрала у бабушки для первого раза я ее пыталась почистить как могла для первого раза я всегда смазываю слегка растительным маслом особенно после чистки если вы знаете любая сковородка может прикарать или вот поэтому смазываю слегка растительным маслом тесто вот получилось такое густенькое похоже как мы на бисквит делаем но не такое вот воздушное то есть по густоте такое но без пузырей воздуха все можем начинать вафельница греется у меня довольно долго поэтому вы ориентируйтесь на свою вафельницу здесь я насыпаю ложку столовую я делала трубочки небольшие чтобы их удобно было начинять поэтому я такую ложку с горкой насыпаю своего теста и хорошо прижимаю потому что тесто начинает ползти в сторону и приподнимает крышку по бокам выходит пар который тоже приподнимает крышку нам же надо чтобы они у нас были тонкие они такие толстые поэтому придерживаете пару секунд ручку пока тесто перестанет толкать крышку это тесто не боится что вы в него будете заглядывать пару раз можете приоткрыть крышку посмотреть достаточно ли прожарка трубочек но если они будут у вас совершенно белые то есть они у вас будут не хрустящие поэтому дождитесь пока у вас такие будут красивые румяные боковушки и тогда собственно ваши трубочки потом будут хрустящие сворачивать их нужно очень быстро потому что они очень быстро становятся твердыми для сворачивания поэтому вот вы видите я слегка поддеваю один кончик и и очень быстро пальчиками закручиваю если вам очень горячо видите хватать из-за ушка вы я вот придерживаю лопаткой пока могу схватиться и чтобы переместить свою трубочку с этого количества у меня вышло около 30 трубочек плюс мой пару штук еще съели в процессе вот а так пробуйте пожалуйста это мега крутой рецепт с вами был кекс пока пока пишите и ставьте пальчики вверх буду очень рада пока 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 пока